МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в эфире. Как футболисты Круглянской Зари, проиграв в финале регионального Кубка Беларуси, стали его обладателями? Футбол из 80-х в Бобруйске. Могилёвский Днепр с минимальным счётом проигрывает Ливерпулю. Перуэты воздушные и акробатические. Репортажи с первенств страны по гимнастике художественной и спортивной. О голахачках в секундах наших спортсменов и команд Могилёвской области расскажем в ближайшие минуты в передаче «Спорты». Всем привет! Могилёв принимает первенство Беларуси по спортивной гимнастике. На снарядах сильнейшее дарование этого вида спорта – 79 человек. Плеяда молодых спортсменов уже показывает хорошие результаты и показывает то, что у нас впереди какие-то сдвиги получатся, что мальчики, что девочки. Среди них и могилевчанин Егор Шарамков. Наш спортсмен сейчас находится в хорошей физической форме. Положительно о нём отзывается и Александр Баранов. Со следующего года он будет новым тренером главной сборной страны. У вас очень хорошие подрастают ребята Шарамков. У него сильные снаряды прыжковые и другие снаряды подтягивает. Молодые тут хорошие ребята Срезнёв, Анфалов. Специалисты утверждают, что белорусская спортивная гимнастика после некоторого затишья на мировой арене вновь начинает заявлять о себе. Тот же Шарамков стал первым на Олимпийском фестивале. Стремятся расти и более юные спортсмены. 13-летняя Анастасия Лестратова переехала этой осенью из Гродно в Минск. В столице оказалось не случайно. Попала в число лучших, которых искали по всей Беларуси. В Могилёве на первенстве страны доказала, что она действительно сильнейшая. У меня лучше всего получились брусья. И мне очень понравилось выступать на этих соревнованиях. Даже не знаю, я хочу сказать большое спасибо тренеру своему, что подготовил меня на эти соревнования. Короче, это большая удача, что я всё без падений прошла. И всё. Спасибо. Пожалуйста. И желаем удачи в дальнейшем, как и брестовчанке Марии Лостовской, мечты у которой очень заманчивы. На Олимпийских играх выступить достойно и хочется, конечно, завевать медаль. А пока они в Могилёве, штурмуют гимнастические снаряды. Финалы пройдут в пятницу. Футболисты Круглянской Зари – обладатели регионального Кубка Беларуси. Победитель трофея определился не на стадионе, а в кабинетах спортивных чиновников. Финальный матч между клубами из Могилёвской и Брестской областями завершился скандалом. Ивацевичи одержали победу 2-0. Однако ещё во время поединка игроки Зари заметили в составе соперника профессионального футболиста, который выступал под чужой фамилией. Согласно регламенту, за подобное нарушение команда должна быть дисквалифицирована, а победа присуждена Заре. Именно этим законом и руководствовалась Федерация футбола. Пикантность ситуации в том, что сразу после финала капитан Зари Андрей Кудревич заявил, что игроки его команды откажутся от Кубка. Главный же посыл их протеста – правила честной игры должны быть для всех. Команда ровно шла по дистанции, хорошо. Я бы сказал, что на порядок были сильнее некоторых команд. Так, в целом, команда довольна, если не брать финал. Я не знаю, представитель поедет, не поедет его забирать. Ну, команда, как сказал Андрей Кудревич, я с ним полностью согласен, что такой кубок нам не нужен. Победы в чемпионате Белоруссии и поражения в Балтийской лиге. Баскетбольный клуб «Борис Фен» продолжает борьбу на два фронта. Поединки с Минским импульсом на внутренней арене ожидаемо остались за могилевчанами. Самым результативным в этих играх был Евгений Сугуняка. На счету форварда 50 очков. В Балтийской лиге Борис Фен встречался с действующим чемпионом Латвии – Валмиерой. Могилевчане полностью провалили вторую четверть, набрав лишь два очка. Исход встречи был во многом предрешен. Поражение – 46-60. Следующий соперник подопечных Александра Гуляева – эстонский ТТУ из Сталина. Весь цвет художественной гимнастики. Уже в следующем году из этих девушек будет формироваться национальная сборная. Исключительно женский и очень молодой вид спорта. В 15 лет ты мастер спорта, а в 25 уже ветеран. Марина Лобач в 18 стала олимпийской чемпионкой, а через год ушла тренировать. Любовь Черкашина на помосте продержалась дольше. В 24 стала бронзовым призером игр в Лондоне. Ныне главный судья этих соревнований – первенство Беларуси. В Могилеве их не проводили с 2011 года. 190 гимнасток-художниц. В сборную из них попадет лишь несколько человек. Конкуренция в этом виде спорта – одна из самых жестких. Ну скажите, но Могилевская область-то, как она выглядит и будут ли звезды из Могилевской области? Конечно, будут. Сейчас несколько детей из Могилевской области находятся на подготовке в составе венеровской сборной по групповому упражнению. Поэтому, я думаю, здесь очень хорошая база, очень хорошая школа, очень хороший тренер, который готовит хороших девочек перспективно. Хотелось бы, чтобы область больше помогала этому виду спорта, чтобы взращивала для национальной сборной больше и больше перспективных детей. Среди них – Елизавета Мамонова, Софья Борисевич. На первенстве страны они завоевали три золотых медали и помогли команде Могилевской области занять итоговое второе место. Мы же пообщались с минчанками Алиной Горносько и Юлией Левчик. В Могилеве они выступали вне конкурса победительности международных соревнований обеим по 15 лет. В этом сезоне завершили выступление в юниорском разряде. Теперь их ждут в национальной сборной. Мы стараемся, что мы высокие. Нам нужно попасть в команду на чемпионат Европы, который пройдет в Будапеште уже в мае. И на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Пезеро. В общем, нам надо опередить наш первый номер или хотя бы подобраться к ней, чтобы выступать на этих крупных соревнованиях, потому что в команду попадает только два человека. Мороз, солнце и зеленый газон. В Бобруйск вернулся самый качественный футбол. Тот, о котором помнят друзья и болельщики Александра Прокопенко. В соперниках не менее знаменитые минские динамовцы. История как будто оживает. Этот матч посвящен сразу двум событиям. Сорокалетию Бобруйской Белшины и проекту Александра Прокопенко, народный футболист. Идея родилась уже достаточно много времени назад, лет 10 как минимум. Два года назад я начал постепенную реализацию и теперь вот мы уже на финишной прямой. Буквально к концу года у нас появится фильм и весной следующего года у нас уже будет издана книга. Час игры и количество голевых моментов создано, как нынешние Белшины, за весь сезон. Эх, этих бы ветеранов да на поля современной высшей лиги. Игра ветеранов живая и напряженная. Все как в 80-х, только без легендарного Александра Прокопенко. Сегодня под номером 6 его сын Дмитрий. Я благодарен властям города, что они называют так все это и они помнят. Мне очень приятно. От нашей семьи большое благодарность властям города и людям Бобруй. Бобруй всегда славился своими футболистами. Эта земля воспитает, этот город воспитал многих футболистов и не только. Юрий Пудушев, капитан Минского Динамо, к матчу готовился задолго. Это встреча для Юрия Алексеевича. Важная игра, в которой, как и 30 лет назад, надо показать все, на что способен настоящий футболист. Ради него, чтобы в эту игру сыграть, я готовился вместе сюда, чтобы зрителей порадовать. Его вспомнили, в другом словом, всегда. Сейчас ездили на могилу, там вспомнили все. Вот один пример приведу. Когда «Динамо» и «Киев» в 82-м году играли в чемпионские игроки, Александр тогда лучший гол, годы задел, пяточки Киеву. Пошли на перерыв, в втором тайме выходим, он немножко придержался этого, разделал. Но когда он вышел, мы уже принаходили, когда он вышел, 50 тысяч стало. Именем героев в Бобруйске назван стадион. Осталось только Бобруйской белшине вновь заиграть, как это уже было в конце 70-х и начале 80-х годов, а также на рубеже веков. Сыграть против Ливерпуля. Для футболистов Могилевского Днепра мечта, а вот для юных воспитанников городской с Дюшор 7 уже реальность. Наши 13-летние ребята приняли участие в престижном международном турнире в Литве. На групповом этапе мы обыграли киевский локомотив и литовский атеитис, а после могилевчанам противостояли и сами мерсисайцы. Самая лучшая команда считается в Европе, ну и европейский бренд. Для нас это очень большой опыт жизненный. Во-первых, ребята посмотрели, что мы точно такие же, как и они. Как я им говорил, что мы одну и ту же едим кашу с утра, манную, так и они едят то же самое. Мы пошли в высокий прессинг, пошли на кровати, и оказывается не так все страшно, как было. Первое мы немножко так, наверное, с уважением к ним отнеслись, а потом уже, в принципе, показывали свой футбол. Мы хотели выиграть их, мы настраивались, было много моментов и у нас, и у них, но мы свои не забили моменты, судья не назначил пенальти, но игра была хорошая. Могилевских парней ребята из Англии наверняка запомнят. При равной игре повезло Ливерпулю 2-1. Позже эта команда стала победителем турнира. Наши футболисты в заключительном поединке одолели Минское Динамо. Команда у нас очень сыгранная была, собранная. Тренера наши перед каждым матчем нас настраивали, говорили, чтобы не боялись играть, чтобы играли мы без ошибок, пасы сдавали точно. Первый международный турнир, столько команд, и на таком месте занять. То есть не последний, но в принципе довольны мы. Из белорусских команд выше только ФК Минск. Могилевчане финишировали на итоговой 11-й позиции. В этом есть и заслуга известных воспитанников Могилевской футбольной школы. Помощь в организации поездки в Литву ребятам оказали Александр Быченок и Артем Радьков. Фитнес-клубов в Могилевской области с каждым годом становится все больше и больше. Не затеряться в многообразии и найти своего клиента – задача такая же сложная, как и сами занятия в зале. Но оттого и интереснее результат. «Спортэм» любит ходить по фитнес-клубам. На этот раз заглянули в исключительно женские. Говорят, наша мужская компания «Спортэм» – первая, кому разрешили сюда доступ. И, видимо, программа, которую тут разрабатывают, сильной половине человечества не поддается. Уникальная программа. Она разработана специально для женщин с учетом всех физиологических особенностей женского организма. Она включает в себя танцевальное направление школы, управление весом, а также тайбом. Женщина себя ощущает тем, кем она должна быть в этой жизни. Семья, дети, работа. А это островок, который лично наш. Результаты есть и в здоровье, и во внешнем состоянии. У меня тоже снизилось давление, нормализовалось. У меня снизился вес. Я пришла сюда в этом костюмчике. Можно посмотреть. Хорошо, я в железо и щеку. В общем, мир прекрасен, как говорят сами женщины, а мы, мужчины, желаем им еще больше позитива. Про спорт на сегодня все новости. Увидимся через неделю в эфире телеканала «Беларусь-4 Могилев». Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.